Боже милостью будь ко мне грешным Создал меня Господи, ты и помилуй меня Невозможно сосчитать мои грехи, но помилуй меня Господи Прости меня грешник Нам людям всегда следует восхвалять и прославлять тебя Богородицу Родившую Бога, всегда блаженную, не имеющую порока Матерь Бога нашего, заслуживающего даже большее почитания, чем Херувима И достойного большего прославления, чем Серафима Безболезненно родившую Сыну Божию, истинно Богородицу тебя величаю Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне всегда и во веки веков Аминь Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови Господи, Иисус Христос, Сын Божий, моли ради Прочистой Твоей Матери Сила Чеснага Житворящего Креста и Святого Ангела Моего Хранителя И всех ради святых помилуй и спаси меня грешного Потому как ты благо и человека любишь Аминь Аминь Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, Вездесущий и Весьмир наполняющий Источник благ и податель жизни, и преди вселись в нас И очисти нас от всякой скверной и спаси благие души наши Святые Божии, Святые Крепки, Святые Бессмертные, помилуй нас Святые Божии, Святые Крепки, Святые Бессмертные, помилуй нас Святые Божии, Святые Крепки, Святые Бессмертные, помилуй нас Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне, и всегда, и во веки веков, аминь Просвятая Троица, помилуй нас, Господи Очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши Святые Божии, Святые Бессмертные, помилуй нас, Господи Помилуй, Господи, помилуй, Господи Помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков, аминь Отче наш, сущий на небесах Освятится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твое на земле, как на небе Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день Прости нам грехи наши, как и мы прощаем всякому ножнику нашему Не вери нас в искушение, но избах нас от лукавого Ибо Твое есть царство и сила и слава в веки, аминь Аминь Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, с постели от сна ты поднял меня, Господи Ум мой просвети и сердце, и открою стамы, и чтобы воспевать тебя, Святая Троица Свят, Свят, Свят ты, Боже, молитвами, Богородица, помилуй нас И ныне и всегда, и во веки веков, аминь Внезапно придет судья, и деяния каждого обнаружатся со страхом, воскликнем в полночь Свят, Свят, Свят ты, Боже, молитвами, Богородица, помилуй нас Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков, аминь Встав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня ленивого и грешного, не прократил жизни моей среди беззаконий моих Но оказал мне обычное Твое человеколюбие и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву Прославить могущество Твое И ныне просвети мои мысли, чтобы мне получаться слово Твоему Уразумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою И открою ста мои, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце и воспевать Святейшее имя Твое Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков, аминь Аминь Придите поклонимся Царю Нашему Богу Придите поклонимся и приподнем к Христу Царю Нашему Богу Придите поклонимся и приподнем к Самому Христу Царю Нашему Богу 40-й Псалом Блажен, кто помышляет о бедном и нищем В день бедства избавит его Господь Господь сохранит его и сбережет ему жизнь Блажен будет он на земле И ты не отдашь его на волю врагов его Господь укрепит его на удре болезни его И он, выйдя вон, толкует Все ненавидящие меня шепчут между собой против меня Замышляет на меня зло Слово виляло, пришло на него Он слег, не встать ему более Даже человек мирный со мною На который я полагался, который ел хлеб мой Поднял на меня питу Ты же, Господи, помилуй меня И восставь меня, и я воздам им Из того узнаю, что ты благоволишь ко мне Если враг мой не восторжествует надо мною А меня сохранишь в целости моей И поставишь при лицом твоим навеки Благословен Господь Бог Израилев От века и до века Аминь, аминь Как лань желает потоком воды Так желает душа моя к тебе, Боже Жаждет душа мою к Богу крепкому, живому Когда приду и явлюсь при лицо Божие Слезы мои были для меня хлебом день и ночь Когда говорили мне всякий день, где Бог твой Вспоминая об этом, изливай душу мою Потому что я ходил в многолюдстве Ступал с ними в Дом Божий Согласом радости и словословия празднующего сонма Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Упывай на Бога, ибо я буду еще славить Его Спасителя моего и Бога моего Унывает во мне душа моя Посему я вспоминаю о тебе с земли Орданской Сермона с горы Цаар Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих Все воды твои и волны твои прошли надо мною Днем явит Господь милость свою И ночью песть ему у меня Молитва к Богу жизни моей Скажу Богу, заступнику моему Для чего ты забыл меня? Для чего я сетую хожу от оскорбления врага? Как бы, поражая кости мои, ругаются надо мной враги мои Когда говорят мне всякий день, где Бог твой Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Упывай на Бога, ибо я буду еще славить Его Спасителя моего и Бога моего Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым От человека лукавого и несправедливого Избавь меня, ибо ты Бог крепости моей Для чего ты отринул меня? Для чего я сетую хожу от оскорбления врага? Пошли в свет твой и истину твою Доведут они меня и приведут на святую гору твою И в обители твои И подойду я к жертвеньку Божию К Богу радости, Бога моего Слава! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и присно и в обители веков Аминь Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе Боже Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе Боже Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе Боже Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобою. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергайся суждения, открыть мои недостойные уста, и восхвалить Святое Имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Владыка Человеколюбчий, сна после сна, и я спешу к Тебе по милосердия Твоему принимаю за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения. И спаси меня, иди в Царство Твое вечное, ибо Ты мой Творец и Источник, и податель всякого блага, на Тебя вся моя надежда, я возношу Тебе хвалу, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости, по великому Твое милосердие, Ты дал мне рабу Твоему, в прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Писал, Владыка, Творец Всевосущего, достой мне пресветить Твою истинность, просвещенным сердцем исполнять Твою Божию ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, Вседержитель, Божий, сил бесплотных, всякой плоти, на высотах небесных живущих, озирающих долг земные, наблюдающих сердца и помыслы, ясно ведающих тайны человеческие, безначальные, вечный, неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего Твоим Тебе из нечистых уст, и прости на прегрешение наше, совершенное нам и делом словно мысли, вольное и невольное, и очисти нас от всякой и чистоты плоти и духа, и дары нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мысль прожить всю ночь здешней земной жизни, в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия, единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придется славу воздать каждому по делам Его, да найдет Он нас негрожащими и сонными, но бодрствующими, и восставшими среди исполнения заповедей Его, и готовыми войти с Ним в радость и божественный чертог славы Его, и непрестанные голоса торжествующих, и невыразимая радость величьих несказанных в красоту лица Твоего, ибо Ты истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. Святый Ангел, поставленный блестимую бедную душу, несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержанность мою, не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела, возьми крепко несчастную опустившуюся мою руку, уведи меня на путь спасения, О, Святой Ангел Божий, Храдитель, Покоритель бедного моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни, если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день. И сохрани меня от всякого искушения в радость, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня, как Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе Своем, и садил меня рабом, достойным Своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отгони от меня ничтожного и несчастного раба Твоего, уныния, озабления, неразумия, нерадения, все скверные лукавые хульные помышления от несчастного моего сердца, помоченного мамы его. Погаси пламя страстей моих, ибо я ничьи слав. И избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений, и освободи от всякого злого воздействия. Ибо Ты благословена от всех родов, и Твое предчестное имя славится во веки веков. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божьи, Игнатий, Владимир, Надежда, Галина, Ольга, Анатолий, Георгий, Станислав, Екатерина, Елена, Ким, Надежда, Наталья, Сергий, Бому Сернукова прибегаем, как скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, Благодатная Мария, Господь с Тобой, благословен Тебе, среди жен благословен плод чрева Твоего. Ибо Ты родила Спасителя душ наших, спаси, Господи, людей Твоих, благослови, принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов, сохраняя силы креста Твоего, церковь Твою. Спаси, Господи, и помилуй Отца моего духовного Игнатия, Батарея, Кима, родители моих, братья, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих друзей, всех православных христиан, впадай в Твои земные небесные блага, не лиши их милости Твоих, посети их, укрепи и силой Твоей дар им здравие, спасение души, ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей моих, родственников, благодетелей, всех православных христиан, прости им все грехи, вольные и невольные, дар им Царство Небесное. Святыми упокой Христе, души рабов Твоих, правоцев, отцев и братьев наших, там, где нет ни болезни, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Воистину достойно прославлять Тебя, как Богородицу, всегда блаженную и пренепорочную. Матерь нашего Бога, мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слово. Достойную большей почести, чем Херувину, и несравненно славнейшую, нежели Серафима. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Ну и Господи, помилуй. Ну Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобной богоносных отцов наших, и всех святых. Помилуй нас. Аминь. Боже наш, милостивый небесный Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя, и которых предаем на Твое попечение защиту. Вложи в них крепкую веру. Научи их благоговеть пред Тобой, застой их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их в Божие. На пути истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени. Научи их благочестиво, добрительно жить, быть добрыми христианами, полезными людьми. Дай им здравия, телесное, душевное, успех в трудах. Избавь их от хитрых козней дьявол, от многочисленных соблазнов, от скверных страстей, от всяких нечестивых, беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа, нашего Иисуса Христа, по молитвам про Чистую Матерь и всех святых. Приведи их к тихой пристани Твоего вечного царства, чтобы они вместе со всеми праведными всегда благодарили Тебя. С единородным Твоим Сыном, и же творящим Твоим Духом. Аминь. Аминь. Господи Божий наш, возри на детей наших, не спошли на них духа премудрости, разума благочестия, просвети их светом Твое благоразумие, чтобы они скоро уразумели и усвоили изучаемые предметы, употребили их на благо Твоей Церкви, на пользу ближнего Ему свое спасение. Потому что Ты, источник премудрости, Тебе слава возносим, всегда ныне присно, и во веки веку. Аминь. Аминь. Молитесь Игнать Тихонович. Господи, помилого самого духовного, родители Сродника, благодетель, митрополита Иллариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, Священная Ирея, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Василия и Анна, Михаила, Новома, Кирилла, Амбросия, Вадима, Засимов, Алипия, Андрея, Максима, Владимира и Глебу, не дай погибнуть, Диаконов, Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, митрополита Тихона и весь священщий, Скинощий, Скищин. Миссионерам, Христианам, Язычникам, Иудеям, Мусульманам и Буддистам. И нам дающего священника, если угодно тебе, Господи, смири власти воинства и наведи страх твой на них и через них сотвори благое церкви твоей Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Эльдогена и Амана и даруй мир Израилю, России, Украине, и Сирии, где война идет. И научи нас, Господи, ценить это мирное время. Приготовь землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную за отступничество от тебя. Слава тебе, Господи, за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованные тобою. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников, советников. В этот день сохрани от всякого рода зла и греха, от непосильных искушений. Господи, защити жилища наше и селения от пожара, от воров, от нечистой силы, живущих там. Андрея, Игоря, Игоря Феропима, Владимира Борячева, Людмила, Любовь, Владимир, Алексея, Иосифа, прежде добрые жители с детьми, любящими, знающими уставы твои, и сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадович, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Олегкину. Спаси и помилуй Надежду, Валентину, Екатерину, Наталью, Анастасию, Евгения, Романа, Михаила, Анну, Нину, Юрия, Рахиль, Ездру, Рустика и даруй веру истинную Христову, Самире, Тимуру. Обрати, Господи, поклонению Тебе, единому истинному Спасителю, Христу Богу нашему. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, возли на угрозы врагов, на все пакости, какие они творят и лгут. Закрой их, лживые уста, если угодно, примири их с нами и в судный день не помяни их безумия. Посети благодетели наших, воздаем добром всей жизни и будущей, Елену, Людмилу, обрати Евгения, Наталью, Надежду, Юрия, Эдуарда и найдя отступников, ушедших от Тебя, Михаила, Николая, Александра, Юлии, Максима, Благослови. Все наше родство найди, дайте Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну, путешествующих, Раису, Льва, Викторе. Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе, посети болящих, пошли им исцеления, как угодно воле Твоей, Святой, Кирилла, Илариона, Алексея, Игоря, Надежду, Алифтину, Людмилу, Нину, Марию, Александру. Благодарю Тебя, Господи, за друзей, за врагов, за здоровье, за болезни, ибо по Твоему благоволению все это может оказаться на пользу человека. И сохрани наше сокровище в интернете, и книги, и здесь, и в пути, и через них найди новые души, и благослови трудящихся Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктора, Сергея, Сергея, Андрея, Андрея, Вячеслава, Вячеслава, и обратите Мафея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия, Леонида. Хвала Тебя. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Слава Тебе наш Бог и Егова, Авва, Отче. Свят, 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 Господь Саваох, Вся земля полна славы Его, Аллилуйя. Слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение, Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой, ожидание суда Божия, этот великий дар. Благодарю Тебя, Господь, за тот день, в который дал мне святую Библию и указал на толкование святых отцов и на каноны церкви, как на истину. Аллилуйя. Господи, воздай вечности всем, трудившимся над моей душой, возрастанием ее к Тебе. Мария Степана, Александра, Михаила, Иоанну, благослови в вечности. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа, Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Аллилуйя. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем. Благодарю Тебя, мой добрый ангел. Сколько лет Ты хранил и защищал меня от видимых и невидимых опасностей. Прошу Тебя, не покинев смертный час, когда душа будет разрушаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам, страшным и непонятным. И введи ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Иоанн, креститель, претеща Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать, и быть во всем экономным. Святитель Христов Никола, мерликийский чудотворец, образ кротости, воздержания, добрый архипастер, моли Бога о нас. Господи, умудри правителей издавать добрые законы, добыли дать ли достойно жить людям, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илья, Елисей, Инох, Моисей, Самуила, Аарон, Иоавель, Ной, Иосиф, Патриархии, Ездра, Нееме, Амос, Наум, Исайя, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия и Аиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Данил, Отрехи, Пророк, Михея, Врам, Исаак, Яков. Да исполнит Господь Духом пророческим Церковь Свою, дай бы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас не готовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными Илея добрых дел, соделанных Духе Святом, с любовью. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолы Божия, предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфея, Марк, Лука и Иоанн, да даруют Господь нам жажду и следовать священное писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Молите Бога о нас, святые мученики, мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарм, Сминский, Юстинский, философ, Космай, Дамиян, Андрей, Стратилат и Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимник и Медийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, сорок святых мучеников, Сарь Николаев, Святое Царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя Антихриста. И даруя веру Анфиму Вениамину устрашив родителей за ложное воспитание детей. Молите Бога о нас, святые отцы Василия Великий, Григория Богослов, Иоанн Златоусов, Афанасия Великий и Прим Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радонский, Степан Пермский, Серафим Сарубский, Иоанн Тобольский, Иоанн Крештадский, Иоанн Шанхайский, Кирилл Мефодий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский, Хиларет, И все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да сохранит нас Господь в святой православной вере, а замысль еретиков, разрушив, не что преврати. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла Первомущенца, Фатина Самаринина Феврония, Вера Надежды Любой, Матерь Софии Натальи Адриан, Варвара Екатерина Перепетой, Татьяна Ирина, Ольга Ирина, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискила и Акила, Андроник Июня и Киприяна Устина, да дарует Господь женам и девам послушание, молчание, целомудрие и стыдливости, и сохрани их, Боже, от всяческого поругания, избавь от непокорства, Галину Семейства Евгения, Надежду, Людмилу Иоанну, и прими нашу молитву, Господи, и воздьяния рук, как жертву вечернюю, благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей. Господи, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле, о Всевышний Создатель, Господь и Бог наш, и радость наша, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный, ради голговских страданий и смерти, и пролитой крови Сына Твоего Единородного, Господа и Бога нашего Иисуса Христа, прими нашу молитву, о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй, аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Иисуса Христа, Продолжение следует... Аминь. Доброе утро всем. Сергей Павлович, что тут у тебя за черный кругляшок? Кто-то пришел? Ни имени, ни фамилии, ни лица. Сразу предупреди о наших правилах. Помоги ему выполнить их. Чтобы точно свое имя, фамилия было и фотографию. Кто это пришел? О, гадушки. Не знаю, надписи нет никакой. Это Ким. Аминь. Спаси Христос за молитву, братья. Так, Наталья Усата, я вчера обознался, назвал Юлию, а это вы были. Я там говорил, как чтобы одевались, показал на Елену Владыщу. А это ты была красавица. Спаси тебя, Господь. Давно я не была у вас на молитве утренней. Соскучилась. Как-то зашла Юлия Третьякова. И похожая, и она так же одета благочестиво. Я сейчас рассмотрел тут со слепу-то, одним глазом. Так, Елена, потом, когда все закончится, можешь зайти, тогда переговорим о том, что говорила-то. А то получится, как в кинофильме «Еремия». Он говорит, вино использовал, да царя который. Так, а если отравлено, я отравлюсь, ты можешь отравиться, а царь не может. И ты такое же мне предлагаешь. Давай я на себе испытаю, я на это не пойду. Хорошо. Слава Христу. Говорит, у меня лекарства есть, но разбоитесь, я на себе при вас использую. Вот как идут на что. Настраиваю. Павел вчера был. Что я буду давать ему? Проперся я буду давать ему, он выпьет, нажрется. Так ему на аппарат надо. А мне только дело, аппарат, сколько их ломал, и все в пьяном виде, аппарат, потворствовать ему. Я сидел, молчал, был там где-то, Мария звал, да что, у Себастьяна денег нет, у Марии нет. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», тема «Русская православная церковь», том 29, вопрос 4014. «Насколько оправданы упреки в адрес Антония Храповицкого за его якобы неправославное богословие?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Речь идет, как я понял, об искуплении, о гефсиманской молитве и о томлении Спасителя. Для меня страшно касаться этой темы. Я никогда не выхожу за строку, написанную в Евангелии. Спасение было даровано кровью Иисуса на Голгофском кресте. Для доказательства этой истины могу привести десятки мест из Библии. Проповеди Антония были нестандартны, как бы с вырученным и прикровенным рассмотрением. Так, еще раз. Проповеди... Так, Господи, помилуй. Это Оля его остановила. Вычурный? Он это слово не знает. Это нас что-то вычеркнуто. Ну, вычурную это, то есть, такое, закрученное. Проповеди Антония были нестандартны. Как бы с вырученным и прикровенным рассмотрением. И тем он интересен. Остановись. Вычурный, вычурный. Вычурный, да. А я выручным пишу, Господи, помилуй. Еще раз. Проповеди Антония были нестандартны. Как бы с вырученным... Проповеди Антония были нестандартны. Как бы с вычурным и прикровенным рассмотрением. И тем он интересен. Но повторять их я перед слушателями не буду. Так как тут же сам бы их и опроверг. Вот пример на двух проповедях его. А домоправители неправды. Цитата. Чтобы оградить себя от всякого недоумения. Наливаемого поверхностным чтением всей притчи. Должно прежде всего правильно понять слова Господни. Приобретайте себе друзей богатством неправедным. Здесь Господь разумеет не только то земное богатство. Которое приобретено обманом или воровством. А всякое вообще вещественное богатство. Противопоставляя его богатству добродетелями и благодатью. Только такое духовное богатство. Есть богатство прочное, праведное. Это доказывается его дальнейшими словами. Итак. Если вы в неправедном богатстве не были верны. Кто поверит вам истинное? То есть. Если вы имея жалкое, неправедное богатство. Денежное. Не послужили им Богу. То как Бог доверит вам истинное благодатное богатство. Силу исцелений и видений. Подобное пишет и апостол Павел Тимофею. Богатство богатых в настоящем веке противопоставляет и богачам духовным, то есть святым людям. Увещевая, чтобы они и прочее уповали не на богатство неверное, неправедное, но и прочее. Чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, истинным богатством и прочее. Скажет. Но если Господь под неправедным богатством, разумеет и то денежное богатство, которое досталось истинным трудом, или по законному наследству, то почему он приводит в пример несчастного управителя, который тайно раздавал чужое, чтобы потом кормиться у облагодетельствованных чужим добром бедняков? Ответ простой. Господь вовсе не хочет одобрить такого поступка нечестного управителя, если, цитата, похвалил, и если, цитата, похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, то это не было похвалой нравственного одоления, а похвалой иронической, похвалой ловкости бесчестного человека. Но Спаситель, как и в других случаях, так и здесь, приводит такой неодобрительный в земной жизни поступок, подобие которого в жизни духовной весьма одобрительно. Такова притча о судье неправедном, который Бога не боялся и людей не стыдился, и притча о женщине, сребролюбивой и неумной, нашедшей потерянную драхму. Подобно тому и здесь, вовсе не одобряя поступка неверного управителя, Господь предлагает слушателям научиться в духовной жизни той предусмотрительности, которую обнаружил управитель в земной жизни. Чье имущество Он раздавал? Хозяйское. Чье же на самом деле и то имущество, которым владеем мы? Конечно, Божие. А мы только временно им заведуем, пока живем на земле. А пройдет час смерти нашей и суда Божия, и Господь отнимет от нас это имущество. Итак, если мы только временные распорители этого имущества, то зачем его беречь? Будем раздавать его тем, кто может быть для нас полезным. Когда Господь лишит нас земной жизни, а с нею вместе и всякого имущества, кто же эти приобретаемые неправедным, то есть вещественным или денежным богатством, друзья, которые, когда мы обнищаем, то есть умрем, могут принять нас в вечные обители? Это бедняки, которые своей молитвою об упокоении душ наших будут открывать нам двери Царства Небесного. Сии слова Господни направлены против отрицателей молитвы за умерших, то есть против протестантов всех видов. Этим словам Господним, подобно и Павловы, дальнейшие после приведенных нами выше, в коих апостол учит Тимофея увещевать богатых. Цитата. «Чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, дабы достигнуть вечной жизни». 1 Тимофею 6, 18-19. Напротив, богачу, чуждому любви к бедным, Господь в другой причине угрожает внезапной смертью, вопрошая при этом «Так кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с теми, заключает свою притчу Спаситель, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Во всех сих изречениях Христа и апостола раскрывается та же мысль, что и в притче о неверном управителе. Именно то, что раздавать имение бедным есть не только дело любящей души, но и простого благоразумия. Имение это все равно у нас не вечное, оно даже и не наше, а Божие, будем же его менять на вечное достояние через благотворительность. Иудина Лапзане Цитата Правила Казнь может присуждаться не иначе, как по показаниям двух или трех свидетелей. Таразаконие 17 глава 6-7 стих и книга чисел 35-30 Цитата Это правило о том, что свидетель должен быть и первым палачом. Введено, конечно, для того, чтобы удерживать людей от клеветы, так как если клеветник окажется и палачом, то подвергает себя сугубой мести от родственников и друзей убитого. Свидетели, предъявляющие обвинение, должны были возложить руку на голову обвиняемого. Так и поступили известные нечестивые старцы с безвинной Сусанной. Цитата Оба старейшины, встав посреди народа, положили руки на голову ее и начали излагать свое клеветическое обвинение, заключив его словами. Об этом мы свидетельствуем. Книга пророка Даниила, 13-34-40 Так выполняли они повеление Божие Моисею об известном богохульстве. Цитата «Выведи злословившего вон из стана, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями». Книга Левит, 24-14 По-видимому, без этого судебного ритуала, то есть возложения рук обвинителя на голову обвиняемого, нельзя было предать человека суду. Вот почему слова Евангелия, некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук, Евангелие Та на 7-44, не должно понимать как простой плеоназм выражений. Эти слова имеют такой смысл. Спасителя хотели арестовать, но никто не решился выступить против него обвинителем и исполнить требовавшийся для сего судебный обряд, то есть возложить свою руку на его голову. Можно думать, что кроме этого обряда отсветили требовалось сознание собственной непричастности к греху, подобному тому, в коем он обвинял преступника. Такую мысль можно находить в том же повествовании Даниила о Сусанне. Смотрите, каким возгласом юный тогда еще Даниил потребовал себе право третейского суда по сему делу. Он закричал громким голосом «Чист я от крови ее!» Даниил 13-46. Отсюда становится понятным и требование спасителя к обвинителям жены, взятой в прелюбодеянии. «Кто из вас без греха первый брось на нее камень?» Евангелие Таана 8-7. Кстати сказать, в этом случае точно так же, как на допросе у первосвященника у Пилата, Господь говорил и поступал в полном согласии с вышепроведенными постановлениями Ветхозаветного Закона. «Ибо когда удалились пристыженные обвинители той женщины, то Господь не сразу отпустил ее, но спрашивает, «Женщина, где твои обвинители?» И заключает, «И я тебя не обвиняю, иди и впредь не греши». После приведенных изречений Закона Моисеева можно видеть, как далеки от истины те толкователи, которые находят в этом событии пример отмены Христом Ветхозаветного Закона. Также далеко от истины и большинство учебников по священной истории в изъяснении события, поставленного нами в заголовке сей статьи. По их толкованию выходит, будто Иуда нужен был врагам Христовым для того, чтобы найти спасителя без народа и лапзания Иудина для того, чтобы слуги первосвященника могли узнать его среди учеников. Мне еще в детстве казались невероятными такие толкования. Неужели без помощи ученика-предателя стража не могла выследить в городе человека, окруженного двенадцати учениками и всего менее заботившегося о том, чтобы прятаться от кого бы то ни было? Неужели, чтобы указать одного из двенадцати, нужно было прибегать к льстевому целованию, а недовольно было издали указать на него пальцем? Нет, все эти действия врагов Христовых становятся для нас совершенно понятными, когда мы знаем, что без официального доноса, соединенного с решимостью выступить обвинителем Христа перед народом, Враги спасителя не имели никакой возможности предать его суду и казни, и что предание его суду должно было сопровождаться возложением на него руки обвинителя. При всем этом Иуда не решился исполнить этот обряд во всей его точности, но, цитата, «Предающий дал им знак, сказав, кого я поцелую, тот и есть, возьмите его и ведите осторожно, а они возложили на него руки свои и взяли его». Марка 14, 44-46 Приведенные слова Иуды ясно показывают, что он предупредил своих сотоварищей о том вида изменений судебного приема, которое допустил по понятной робости и предоставил совершить его последним, что они исполнили, возложив на Христа свои дерзностные руки. Впрочем, и они, по-видимому, решились на это не сразу. Я так понимаю двойной вопрос спасителя. Кого ищете? Это я. Это что для исполнения ареста необходим был предварительный опрос личности обвиняемого, на что враги Христовы не решались. Тогда Господь Сам помог им в этом, предварительно сказав им свою духовную силу и ничтожество своих врагов, повергших их в ужасе на землю. Что касается общего значения Иуды как предателя, то значение его именно как необходимого обвинителя и свидетеля явствует из Евангелия от Луки. Цитата. Он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег. Лука 22.4.5 и Марка 14.11.10 Если бы дело шло только о том, чтобы найти Христа без народа, то стоило ли на это тратить большие деньги? По установленной цене 600 рублей. И чему было совершенно радоваться, эта радость Христовых врагов показывает, что заявление Иуды вывело их из большого затруднения, заключавшегося в том, что не находилось человека, готового предъявить на Христа какие-нибудь обвинения, возложить на него руки и свидетельствовать на него перед судом. Впрочем, Иуда, выполнивши вторую часть своего обязательства, не во всей точности, то есть заменивши лапзанием возложения рук на главу обвиняемого, третьей части своего обязательства вовсе не выполнил. На суде обвинителем не выступил, но, цитата, «поверг сребреники в церкви, шед удавися». Нечестивые судьи Христовы были снова поставлены в затруднение, они тщетно, цитата, «искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили». И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли, но, наконец, пришли два лжесвидетеля. И прочее. Матфея 26, 59, 60. «Тогда первосвященник, несмотря на упрек Христов, за то, что спрашивают обвиняемого, а не свидетелей» Евангелия Таана 18, 21, «выйдя из терпения от неудачи свидетельских показаний, сам старается поймать Христа на словах, заклятием понуждая его к ответу. Ты ли, Христос, Сын Благословенного?» И хотя Господь отвечает ему словами книги пророка Даниила о Сыне Человеческом, сидящем одесную силой и грядущем на облаках небесных, Даниила 7, 13, «Но неправедный судья делает вид, будто не понимает изречения и проделывает комедию священного негодования, раздирает ризы и исторгает у присутствующих обвинения Христа в богохульстве, которое по закону Моисея подвергает виновника смертной казни». Левит 24, 16. Из всего сказанного видно, сколь потребно знать Ветхий Завет для того, чтобы понимать Евангелие. Не менее значение имеет такое познание для разумения книги Деяний и посланий апостольских. Для примера укажем только одно событие – казнь Стефана. «Свидетели же положили свои одежды в ног юноши именем Савла и побивали камнями Стефана, который молился». И прочее. Деяние 7, 58, 59. Неосведомленные читатели думают, что Савл должен был охранять эти одежды от воров. На самом же деле свидетели, самолично избивавшие Стефана, согласно букве 17 главы Второзакония, брали на себя ответственность за это не только перед родственниками казнимого, но и перед римским правительством, без разрешения которого они не имели права исполнять смертного приговора. Евангелие Тано 18, 31. Итак, они сложили свои одежды к ногам Савла как вещественное доказательство своего убийства в удостоверение тому, что они не отопрутся от допущенного самоуправства. Вот почему и Савл ссылался на то, что он стерег одежды, побивавшей Стефана, то есть не от воров, а от их же владельцев, как на доказательство своего деятельного участия в этом событии. Деяние 22.20. Из всех этих сопоставлений новозаветных событий с ветхозаветными законами, и в частности с законами судебными, надеюсь, для читателей станет ясно, что лапзание Иуды не было делом издевательства, как думают многие, а выполнением, хотя и не точным, иудейского судебного ритуала. Но кроме того, эти сопоставления открывают нам, насколько возможно человеческому коварству самое ужасное преступление проводить как бы в рамках всей статей закона, даже закона Божия. Кавычки закрыты. Антон, Антоний Храповицкий. Книга Сирахова, 40 глава, с 1 по 5 стихи. Только тот, кто посвящает свою душу размышлению о законе Всевышнего, будет искать мудрости всех древних и упражняться в пророчествах. Он будет замечать сказания мужей именитых и углубляться в тонкие обороты притчей, будет исследовать сокровенный смысл изречений и заниматься загадками притчей. Он будет проходить служение среди вельмож и являться предправителем, будет путешествовать по земле чужих народов, ибо испытал доброе и злое между людьми. Пусть попустительство не вхоже будет к вам, ни в малом, ни в великом окаянстве, от безнаказанности путают карман чужой своим и погибают в пьянстве. А мы все охаем, жалеем беззаконных, не думая о завтрашних несчастьях, а уголовник угол здания ломом, краеугольная взрывается на части. Так что же делать, миловать, казнить? Я здесь, увы, сторонний наблюдатель. По-мусульмански нож, как для козы, и сожаления о таких ни капли. С какой же жестокостью рубили и вешали на реях злых пиратов, дабы не обижали агнцев мирных, волкам придется за границу драпать. Что делать? Всем о Боге возвещать, о страхе Божием и праведном судище, что на злодеях есть незримая печать, и дьявол-лев таких настырно ищет. Мы солью названы, от нас зависит вкус всего, что попадает слушателям в уши. Нам соли в проповедь насыпал сам Иисус, и ничего той соли не встречали лучше. Настрой на долговечную программу, евангельскую веру, заново явить, что ни в иконах, ни в мощах, ни в храмах, в краеугольном камне, как вещал Давид. У всех пророков строгости вино, рассверепевшим, буйным, оголтелым, грозит не чем-то, а гиенским дном, когда душа исторнится из тела. Илей прощенья, кающимся слезно, неповрежденным с яростным вином, подать бы каждому, но многим слишком поздно, когда накроется вселенная огнем. 7 мая 2008 год, Игнатий Лапкин. Аллилуйя. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь». Том 30, вопрос 4097. «Представители зарубежья поддержали ли Диамида или промолчали?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Смотря кого имеете в виду подзарубежными, есть те, кто по духу ближе к прежнему курсу зарубежной церкви, чем многие оставшиеся там». Диамид – совет Божий с греческого. Цитата. «Сегодня мною с благословения нашего настоятеля написано письмо Высокопреосвященному Владыке Лавру. Ваше Высокопреосвященство. Позвольте отнять у вас еще несколько минут времени по вопросу в деле намеченного на май канонического единения РПЦЗ и МП. Это не будет простым повторением моих предыдущих писем, поскольку появилось новое, чрезвычайно важное обстоятельство. Позвольте напомнить вам, что я не противник диалога и сближения. Вы знаете, Владыка, что я изначально участвовал как историк в начавшемся диалоге РПЦЗ и МП на совместных конференциях в Венгрии и в Москве в 2001 и 2002 годах с целью способствовать объединению на основе истины, как было нам обещано архиерейским синодом РПЦЗ в послании от 29-го, 6-го по-новому, 12-го июля 2001 года. К сожалению, в ходе этого диалога наши представители РПЦЗ постепенно поддались в политическому напору структур ОВЦС МП и отказались отстаивать истину, решив за нас от имени нашей церкви объединяться с МП на ее условиях, цитата, «поскольку политику патриарха, какой он не есть, поддерживает народ», было сказано мне секретарем нашей переговорной комиссии. Но это не совсем так. Известно много коллективных заявлений прихожан, и духовенства Московской Патриархии в защиту попираемой истины с требованиями созыва Поместного Собора для рассмотрения накопившихся проблем. Например, последние два. Обращение к Поместному Собору и всем христианам Русской Православной Церкви. 3-го по новому стилю 26 октября 2006 года и обращение к Патриарху и архиереям РПЦ МП 28-го сентября, по новому стилю 11 октября 2006 года. Двое точие. С 1994 года я живу в России и тесно сотрудничаю с такими прихожанами МП, как единомышленниками, с их духовенством, их средствами информации, участвую в их православных мероприятиях, например, в рождественских чтениях. Смотри мое выступление в 2007 году. Ссылка. Сайт русидея.org Именно чаяние этого русского народа я стремился отражать и как участник упомянутых конференций. Уже не раз обращался я и лично к вам, Владыка, с просьбой учесть пожелания и аргументы этой благочестивой части церковного народа в России относительно соединения РПЦ ЗС МП. Суть этих пожеланий. Соединение должно быть направлено на поддержку тех, кто сопротивляется тайне беззакония, а не тех, кто потакает ей и гонит сопротивляющихся, как запретили в служении достойнейшего отца Павла Бурова. Направлял и коллективное обращение 700 прихожан МП к зарубежным архиереям специально по этому вопросу. Тоже ссылка на сайт русидея.org К сожалению, никакого ответа этот благочестивый народ МП от вас не получил. И когда было объявлено ваше решение о предстоящем в мае объединении, вам было направлено из России немало посланий, но все они также остались без ответа. Опять ссылка. Не говорю уже о нас, вашей пасты приходов РПЦ ЗС в России, которые верили в ваше стояние в истине и не отделились в последние годы смуты, как это делали некоторые наши собратья, не поверившие вам уже тогда. После решения нашего синода РПЦ ЗС о предстоящем в мае подписании акта о вхождении в МП, мы, большинство верных ваших прихожан в Российской Федерации, живем словно в шизофрении. Мы видим всю духовную ложь этой предательской акции. Не вами, затеянная владыка, и в то же время продолжаем вас вспоминать, как нашего первоиерарха, как и нашего епископа Евтихия, которого патриархия уже приняла к себе в сущем саде. Но мы смиренно все еще поминаем и его, поскольку формально он все еще наш архипастырь, которого мы жалеем и молимся за его прозрение и за ваше тоже. Кто-то из нас вспоминает вас в надежде, что в последний момент вы с Божьей помощью «Осознайте весь ужас совершаемого, и, как апостол Петр, трижды по минутной слабости отрекшийся от Христа, все-таки опомнитесь и сохраните верность Ему». Кто-то из нас смиренно ждет, когда исполнится мера творящегося беззакония и ждет с чувством, что делаешь, делай скорее, Иоанна 3, 27. И тогда нам придется стараться сохранить верность не вам, а нашей ранее общей истине, которую вы обещали нам хранить. Нам придется уже без вас хранить верность истине, общей с государем-мучеником и нашими новомучениками российскими, с нашими подвижниками и свидетелями Иоанном Шанхайским, архиепископом Аверкием, митрополитом Филаретом, митрополитом Виталием и другими, отказываясь следовать за вами, уходящими от них. В чем вы подписываетесь в акте? И вот, не последний ли знак вам посланный свыше по милости Божией? Сейчас в РПЦ МП произошло чрезвычайно важное событие. Его преосвященство Диамид Дзюбан, епископ Анадырский и Чукотский, обратился к народу и к церкви с откровенным посланием о тех проблемах московской патриархии, которые требуют созыва поместного собора. Неужели вы, первоиерарх русского зарубежья, которая всегда считала своим долгом помогать народу в России, откажетесь поддержать его требования, которые выражают чаяния подлинно церковного русского народа и которые не так давно отстаивала сама РПЦЗ? Неужели не могут архиерей РПЦЗ хотя бы сейчас и именно сейчас поставить условиям соединения созыв поместного собора РПЦ для обсуждения этих важнейших вопросов? Неужели вы не возвысите свой голос и не защитите этим мужественного архиерея от несомненно готовящихся против него карательных мер Синода МП и спрашивая ваших молитв? Раб Божий Михаил Назаров 12 по новому стилю 25 февраля 2007 год Книга Судии 16.28 И возвал Самсон к Господу и сказал Господи Боже, вспомяни меня и укрепи меня только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отомстить Псалом 43.14 Отдал нас на поношение соседям нашим на посмеяние и поругание живущим вокруг нас С календарем себя не обкрадем Срывая листики, толкая бегунок И с января дрожа срываем дерн Бежим, летим, не чуя порнок Неразрешимых тайн на перепутье Не уменьшается до самых наших дней Блинным витязям ли предстоит распутать А может нам с компьютером видней Одна из самых тайн неразрешимых Есть тайна времени Когда оно возникло? Как заглянуть в безвремени я за ширму и ужаснуться? И оно погибло Да, так, согласно Божиих словес, что времени уже не будет больше Ресурс отпущенный, истрачен будет весь И вынесен вердикт Все в прошлом Мой календарь, трубачий барабанщик Часам, минутам, месяцу, годам Как многими бесцельно он истрачен На пустяки разменен В макулатуру сдан О, время, времечка Несущаяся вскачь Две стрелки, две руки вздымает ввысь Душа моя, цени же время Плачь, благодари Христа И искренне молись Лет семьдесят отпущено обычно Челнок же может раньше оторваться И там, за гробом, час один поищем Там раскаяние действительно напрасно Ни Новый год, ни наши дни рождения Не могут вразумить несущихся к могиле Нам безразлично Как тогда оденут Когда наш ствол безжизненный подпилен Предупреждает грозно тихий календарь Сшивает спесь того, чей взгляд разумен В заначке пусто, сколько там ни шарь На благовестие обуйся, коль раззутый Одиннадцатая ноября Две тысяча восьмой год Игнатий Лапкин Игнатий Лапкин во имя отца и сына и святого духа аминь книга открытым окон вопрос 4109 том 30 тем а русская православная церковь как же так получилось что столько лет зарубежной архиереи все кричали о невозможности соединяться со стукачами кгб в рязах а потом вдруг и проблему сергианство сняли как будто ничего то у них отвечает игнатий тихонович лавкин объяснение в отсутствие страха божия в предательстве совесть уже молчит а утроба просит комфортной жизни цитата сегодня завалы остаются на прежних местах и в прежнем объеме разве что экуменическая активность спала а русская православная церковь за границей закрыла на них глаза и готова заявить что их нет точная дата исчезновения пока не установлена сергианство ни в коем случае нельзя ограничивать пресловутой декларации о радости декларация только верстовой столб веха на 75-летнем пути сердцем душою мозгом сергианство его альфа и омега является ложь воспасения всегда бесстыдная многоликая и многообразная 15 февраля 1930 года митрополит сергий и члены его синода дали пресс-конференцию для советских журналистов здесь были развиты и прокомментированы гнилые идеи декларации о радости цитата гонения на религию в ссср никогда не было и нет да действительно некоторые церкви закрываются но проводится это закрытие не по инициативе властей а по желанию населения а в иных случаях даже по постановлению самих верующих репрессии осуществляемые советским правительством в отношении верующих и священнослужителей применяются к ним отнюдь не за их религиозные убеждения а в общем порядке как и к другим гражданам за разные противоправительные деяния вопрос соответствует ли действительности сведения помещенные в заграничной прессе относительно жестокости чинимых агентами советской власти по отношению к отдельным священнослужителям ответ все это сплошной вымысел клевета совершенно недостойная серьезных людей к ответственности привлекаются отдельные священнослужители не за религиозную деятельность а по обвинению в тех или иных анти правительственных деяниях и это разумеется происходит не в форме каких-то гонений и жестокости а форме обычной для всех обвиняемых кавычки закрыли 1942 году в издательстве московской патриархии был напечатан роскошный фолиан правда о религии в россии тиражом 50 тысяч экземпляров редактор митрополит николай ярушевич предисловие самого митрополита сергия вот какая правда засвидетельствована московской патриархии голова первое свободе религиозного исповедания в россии подписано от редакции цитата декрет советской власти о свободе совести о свободе религиозного исповедания снял тот же гнет который лежал над церковью долгие годы освободил церковь от внешней опеки это принесло внутренней жизни церкви громадную пользу декрет предоставляет свободу и гарантирует неприкосновенность этой свободы всем религиозным объединением величайшее благо для нашей православной церкви что она перестала быть господствующей и в этом отношении как некий рычаг самодержавной власти связывать религиозную совесть других вероисповеданий с полной объективностью надо заявить что конституция гарантирующая полную свободу отправления религиозного культа а решительно ни в чем не стесняет религиозной жизни верующих и жизни церкви вообще за годы после октябрьской революции в россии бывали неоднократные процессы церковников за что судили этих церковных деятелей исключительно за то что они прикрываясь рясой и церковным знаменем вели антисоветскую работу православная церковь сама громко и решительно осуждала таких отщепенцев изменяющих ее открытой линии честной лояльности по отношению к советской власти когда например целая группа церковных людей во глав во главе с бывшим ленинградским митрополитом иосифом выступила с чисто политическими антисоветскими взглядами пытаясь затушевать эти взгляды мнимыми каноническими расхождениями с главой церкви митрополитом сергия патриарша православная церковь сразу же приняла свое твердое решение осудив этих церковников как раскольников презревших и церковные каноны о подчинении своему главе и нарушивших божественное и апостольское учение о подчинении власти нет церковь не может жаловаться на власть страница 21 по 27 по сей день московская патриархия не назвала сергианство подлой и наглой ложью напротив официальные издания патриархии не краснее именуют всю эту галиматью цитата чистой правдой именно так чистой цитата одним из самых болезненных вопросов вокруг которых разгораются сейчас споры отечественных экклезиологов как профессионалов так и дилетантов является вопрос о пресловутом сергианстве попрощенная схеме бытующей влево влево либеральной прессе демо христиан выходит что с кончиной патриарха тихона кончилось для русской церкви и время без компромиссного стояния вере а началась эпоха беспросветной лживо спасения как можно было всерьез говорить о свободе церкви новомучеников которой цитата тьмы и тьмы и тьмы но как бы убедительно для внешних не звучал такой демократический возглас дерзаем утверждать человек сказавший церковь в ссср свободно сказал чистую правду потому что церковь свободна всегда и везде сергий вырастил свой епископат начало которого положили те всего навсего несколько епископов милостью божией сохраненных и для земной церкви таким образом отказ от сергианство которому нас усиленно склоняют как наши друзья и за рубежа так и отечественные ревнители благочестия равнозначен отказу от своего от всего нашего епископата и всего священства сплошь сергианского московский церковный вестник номер 20 скобках 38 сентябрь 1990 год издание московской патриархии синод и собор рпцз свободно согласиться с официальным органом московской патриархии московским церковным вестником или отринуть панегири к сергианству но не синод не собор не вправе вводить в заблуждение свою пасту все в той же в декларации 1927 года митрополит сергий и его синод засвидетельствовали цитата мы с нашим народом и с нашим правительством единство с правительством организационно оформилась сентябрьская ночью 1943 года в кабинете иосифа соревновича сталина в кремле и сегодня в 2003 году является краеугольным камнем московской патриархии 26 сентября 2003 года российские сми сообщили из нью-йорка цитата архиереи зарубежной церкви увидели во владимире путине русского православного человека и патриота но почему архиереи не вспомнили что к владимиру владимировичу путину ежедневно обращаются со словом товарищ товарищ президент товарищ верховный главнокомандующий архиереи знают что товарищ владимир путин спокойно взирает на звезды московского кремля своим указом президент российской федерации владимир владимирович путин утвердил красное знамя и слегка подправленный гимн советского союза большевики были лютыми врагами не только православной церкви но и россии и русского народа поместный собор в 1917 году называл кощунством захоронения извергов рода человеческого в центре москвы у кремлевских соборов недопустимо смешивать россию с советским союзом русский и советский патриотизм цитата по словам архиепископа марка встречу с президентом российской федерации владимир владимировичем путиным можно рассматривать как цитата основу для более плодотворных действий которые в конечном итоге могут привести к единству русской православной церкви за границей и русская православная церкви пребывающих пока вне евхаристического общения сообщает агентство и тартас как такая основа сопряжена со цитата смиренной молитвой покаянием и братской любовью не агентство не архиереи не объяснили 9 по новому стилю 22 октября архиепископ марк сделал очень важное заявление к заседанию архиерейского синода рпцз от 11 по новому стилю 24 октября 2003 года заявление содержит наивную но страшную попытку намеренно ввести в заблуждение себя и других сделать первый роковой шаг по пути добровольного принятия и усвоения сергианской доктрины церковь необходимо спасать ложью коготок увязнет всей птички пропасть но это то несомненно заявил архиепископ марк мы с полным правом относились к московской патриархии весьма критически еще 10-15 лет назад но за это время произошли коренные перемены в том числе в количественном и качественном составе епископата явно начался и продолжается процесс оздоровления несомненно архиепископ марк отлично видит знает и понимает что все прежние не думают московской патриархии за последние 10-15 лет только усугубились до юбилейного 1988 года до так называемой перестройки у всех апологетов сергианство было хоть какое-то хило мало для кого убедительно но все же оправдание что московская патриархия мол плененная кое-кто относил к московской патриархии и определение гонимая церковь российская но в последние 10-15 лет кажется никто уже во всем мире не назовет ее не гонимой не плененой а простите еще раз но последние 10-15 лет кажется никто уже во всем мире не назовет ее не гонимой не плененной а она абсолютно ни в чем не изменилась 1990 года не было ни одного поместного собора священники и миряне полностью лишены всякого голоса в церкви каноническая несостоятельность ныне действующие практики формирования священного синода московской патриархии была внимательно исследована и показана в историко-канонической и юридической справки архиепископа ермогена голубева кавычки открываются к 50-летию восстановления патриаршества в россии 1967 году ни эта справка не все другие труды архиепископа ермогена московской патриархии не опубликованы и не изучены московская патриархия добровольно отвергает основной канонический принцип православного строя соборность не только коренных но даже маломальски заметных признаков восстановления соборности нет и в ближайшие годы не предполагается архиепископ марк усматривает коренные перемены в московской патриархии за последние 10-15 лет кавычки закрыты в количестве нам и качественном составе епископата а количестве и качестве следует говорить раздельно почему и в каком смысле 150 сергианских епископов коренным образом отличаются от 100 или 87 загадка весьма мудреная какие качественные изменения можно обнаружить среди высшего епископата московской патриархии в том числе среди постоянных членов священного синода с которыми встречалась делегация рпцз вопреки всем православным канонам епископат в россии формируется только синодом который формирует сам себя епископы всегда назначаются и никогда никем не избираются архиепископ ермоген указывал что не каноничность такого порядка назначение епископов предельно ясна кавычки открываются к сожалению несмотря на то что порядок избрания епископов является единственным каноническим порядком формирования епископата несмотря на то что его восстановил тот самый собор который 50 лет назад восстановил и патриаршество епископат и сейчас формируется у нас не каноническим порядком назначения чем на чем наносится определенный ущерб каноническому достоинству русской церкви нужно констатировать что порядок назначений епископов помимо своей неканоничности неизбежно приводил на практике к назначениям на высокие церковные посты лиц заискивающих угодничающих мало пекущихся о церковном благе кавычки закрываются по сей день московская патриархия не осудила ни одну такую хиротонию не только коренных но вообще никаких канонических изменений в формировании епископата в московской патриархии за эти годы не произошло оно было и остается канонически порочным в качестве иллюстрации можно только вспомнить что несколько самых соблазнительных и грязных скандалов которые с нескрываемым злорадством смаковали российские сми в последние годы были связаны с именами архиереев рукоположенных после 1988 года таких скандалов было не менее 10 число достаточно большое с учетом числа хиротоний речь шла и о недопустимой грубости а хамстве вплоть до рукоприкладства о коррупции о различных извращениях и непотребствах о них же срамно есть и глагол эти к сожалению ни один случай не стал предметом разбирательства гласного церковного суда еще одна маленькая иллюстрация в конце 1991 года начале 1992 года были опубликованы документы неопровержимо свидетельствовавшие что многие сохраним вежливую формулировку высшие иерархи московской патриархии матерые стукачи кгбшники с многолетним стажем специальная комиссия высшего законодательного органа россии верховного совета направила священный синод документы и официальный запрос цитата комиссия обращает внимание руководство рпц на антиконституционное использование центральным комитетом кпсс и органами кгб ссср ряда церковных органов в своих целях путем вербовки и засылки в них агентуры кгб так по линии отдела внешних церковных сношений выезжали за рубеж и выполняли задания руководства кгб агенты обозначенные кличками святослав адамант михайлов топаз мастерович кузнецов огнев и сауленко и другие характер исполняемых ими поручений свидетельствует о неотделенности указанного отдела от государства а его трансформации скрытый центр агентуры кгб среди верующих через посредство агентуры держались под контролем международные религиозные организации в которых участвовала и русская православная церковь всемирный совет церквей христианская мирная конференция конференция европейских церквей издательский отдел московской патриархии контролировался агентурой кгб в отчетах пятого управления кгб ссср по линии издательского отдела постоянно упоминаются агенты аббат из иерархов и григорьев часто ездившие за рубеж и очевидно занимавшие занимающие высокие посты в этом учреждении несомненная вина в сложившемся положении на кпсс и подотчетных ей органах государства но несомненно это что сами религиозные объединения не знают всей правды о своих сотрудников комиссия считает что лучше если верующие сами найдут способ очищения от привнесенных антиконституционных элементов но к сожалению руководство церкви до сих пор не высказала официального отношения к проблеме своей деполитизации референт патриарха алексия 2 дьякон андрей кураев объявил публикации о материалах комиссии гонением на церковь и даже триумфом самого кгб московские новости номер 10 за 1992 год однако архи и песк архи епископ вильнюсский хризостом по существу опроверг дьякона кураева и рассказал о своем 18-летнем сотрудничестве с кгб российская газета номер 52 дробь 388 за 1992 год страница 7 комиссия выражает надежду что русская православная церковь сможет преодолеть тяжелое наследие прошлого кавычки закрыты на архиерейском соборе 1992 года было решено организовать комиссию из восьми молодых архиереев рукоположенных после 1988 года как предполагалось никак не связанных с чикаго пау нквд ккб председателем комиссии был избран очень молодой чрезвычайно активный епископ констромской и галличский александры александр комиссия в пути лица своего не покладая рук трудилась десять лет епископ александр регулярно заверял заверял всех интересующихся что проделана громадная работа изучены чуть ли не тонны документов ближайшее время будут сделаны и опубликованы сенсационнейшие выводы а в июне нынешнего 2003 года выяснилось что комиссия была мертворожденной что она вообще ни одного раза не собиралась и никакие документы не изучала зато очень энергичный епископ александр перепрыгнув через головы двадцать четырех собратьев старших по хиротонии очень скоро стал архиепископом надо полагать не в последнюю очередь за успешное руководство комиссии священный синод умеет ценить преданных и сообразительных ни одна поместная церковь не застрахована от появления в юридах недостойных священнослужителей дьяконов священников епископов но если она имеет твердую волю оставаться здоровой отсекать больные члены она должна идти святоотеческим путем во всех даже самых трудных обстоятельствах говорить правду как говорили и и святые евангелисты уповать на раскаяние и на милость божию как уповали апостол петр гонителя савл блудницы мытари и разбойники а не на хитрое сплетение словес о количестве которое согласно учению диаклетического материализма переходит в качество не уповать на цитата явно начавшийся и продолжающийся процесс оздоровления который не разглядеть даже в самый сильный электронный микроскоп оздоровление московской патриархии существует только на бумаге о нем высокопарно разглагольствуют с сентября 1943 года на всех юбилейных соборах ассамблеях конференциях на всех приемах и застольях самых фешенебельных ресторанах москвы и киева и петербурга если уж сама глава делегации рпцз архиепископ марк официальном заявлении архиерейскому синоду поднял эти далеко не праздны жизненно важные вопросы необходимо ответить на них честно и недвусмысленно первое по каким причинам рпцз относилась к московской патриархии весьма критически еще 10-15 лет назад второе можно ли утверждать что русская православная церковь за границей относилась весьма критически с полным правом или это было ошибкой следствием дезинформации распрогандир распропагандированости епископата рпцз как выразился в интервью патриарх алексий второй следствием консервативности и косности мышления зарубежных иерархов и так далее выступая три года назад на рождественских чтениях патриарх алексий второй заявил что иерархи русская православная церковь за границей находятся под контролем секретных спецслужб поэтому они не свободны поэтому отношения двух церквей не меняются к лучшему и о перспективах объединения не приходится говорить это говорит человек который по сообщению российских сми был удостоен специальной грамоты кгб ссср за подписью шефа кгб в крючкова за 30-летнее плодотворное сотрудничество зарубежные гости преподнесли в дар патриарху алексию икону подвижника благочестия 20 века иоанна шанхайского и сан-францискова причисленного к лику святителей русской православной церковью за границей мне кажется что одновременно следовало поднести в дар и икону священномученика митрополита петроградского иосифа и других иосифлян московская патриархия причислила к лику святых многих новомучеников и исповедников но мы не покаялись перед ними не попросили прощения за 70-летнюю клевету и лжесвидетельство на них нужно сказать правду нужно покаяться в 75-летние лжи лучшие основы для братского диалога чем молитва покаяние и братская любовь не существует из интернет-журнала верность номер 77 двоеточие добавим из этого же журнала верность несколько отрывков из книги про теория георгия эдельштейна записки сельского священника российский государственный гуманитарный университет москва 2005 год 31 октября 1991 года газета известия писала генерал подтвердил причастность бывшего совета по делам религии и некоторых служителей культа к кгб сообщил о существовавшем некогда в структуре идеологического управления кгб так называемого отдела z курировшего церкви это говорил заместитель нынешнего шефа кгб генерал николай столяров генералы подтверждают что кгб назначал руководителей религиозных организаций а московская патриархия отрицает очевидное стыдно признаться но сегодня кгб более открытое и более правдивое учреждение чем московская патриархия 1979 году я стал священником и мои собратья принялись методично втолковать мне словно азбучную истину что стукачестве в тайном доносительстве на брата своего нет ничего зазорного необходимо только быть благородным стукачем стукачем джентльменом соблюдать стукаческий кодекс первый параграф которого гласит что ни в коем случае нельзя называть священнослужителя доносчика стукачом нельзя даже шепотом признаваться что этим грязным ремеслом промышляют многие наши архипастыри и пастыри нельзя признаваться чтобы не дискредитировать церковь и не соблазнять малых сих теперь эти прописные истины мне стали втолковывать американские из американской православной церкви редакции историки особенно ревностно профессор д поспиловский протеерей д константинов епископ василий родзянка дело в том что в прошлом году я нарушил правила хорошего тона и написал в одной из своих статей цитата более двух лет назад независимой печати в нашей стране и за рубежом были опубликованы конфиденциальные доносы митрополита алексия хранившиеся в архиве совета они хорошо известны если не всем то большинству членов собора но ведь ни один из трехсот тридцати делегатов не посмел слух заявить что человек которому обращаются ваше святейшество ни в коем случае не может быть стукачом не просто не посмел встать и сказать но пожалуй и в голову никому такая шальная мысль не пришла до носительства глубоко въелась в нашу плоть и кровь донос на брата стал для нас обычным повседневным занятием вот для чего неустанно трудился кгб вербуя возможно на больше священнослужителей в сексоты вот к чему он стремился им не нужны были наши рассказы и отчеты им нужны были наши души русская мысль париж 1990 год 8 июня номер 3831 мне очень жаль что никто из моих оппонентов не захотел обратить внимание на центральную мысль на сакральный аспект акта доносительства повреждение души доносчика нельзя заключить сделку с дьяволом на 17 процентов души чтобы спасти остальные 83 процента мои критики переводят проблему в совершенно иную плоскость они категорически отказываются от разговора доносительстве или лжесвидетельстве как социальных феноменах новой общественной формации именуемой первой фазой коммунизма а лжесвидетельстве и доносительстве как признак сергианство они отказываются рассматривать самих доносчиков и лжесвидетелей и лжесвидетелей как закономерное порождение сергианство но употребляют все силы на распределение религиозных деятелей по шкале более или менее добросовестно сотрудничающих с цитата заинтересованными вне церковными организациями доводы апологетов московской патриархии в пользу стукачества не могут не принести человека ужас вот например еще возражение они справки 2 . говорят о том что в бытность свою митрополитом нынешний патриарх доносил или осведомлял о деятельности митрополита пимена в то время будущего патриарха не может ли указать нам отец протоиерей в ссср таких церковных деятелей высшего эшелона которые были бы не причастны к подобного рода деятельности и разве не знает отец протоиерей что подобного рода деятельностью занимаются в ссср буквально все духовные лица ставшие объектом любезного внимания органов государственной безопасности протоиерей дмитрий константинов церковные полемисты анти церковного направления русская жизнь сан-франциско 1992 год 18 января мне кажется что из подобных фактов следует только один вывод если все церковные деятели высшего эшелона доносчики как утверждает протоиерей д константинов виноватая система эта система сложившаяся при митрополите сергии отсюда и не очень хороший термин сергианство которым мы вынуждены пользоваться развившаяся и укрепившаяся при его преемниках и пышно рассвешивая в последние годы глубоко порочно при такой системе постоянным членом синода и тем более патриархи москов патриархом московскими все руси может стать только лукавый лжесвидетель только многолетний секретный сотрудник органов государственной безопасности и что особенно важно его совесть непременно должна быть полностью освобождена от сознания страшной порочности и гибельности доноса самые выдающиеся и смелые согласно д по спиловскому требует чтобы мы все ясно осознали что все до единого в церкви таковы все доносчики все стукачи все скованы единой цепью если все то значит это норма не патология просто нужно быть умным и хитрым доносчиком а перестать доносить даже самому выдающемуся и смелому не осмелиться апологеты стукачества словно магическое заклинание повторяют давно утратившие всякий смысл формулы вынудили заставили должны были это очередное мифотворчество заставить можно одного двух трех но не всех когда утверждают что митрополита сергия заставили подписать его мерзкую декларацию с говорящим легко согласиться просто нужно сделать вывод что митрополит не был свободен и декларация утратила всякую силу она не является церковным документом это продукт совместного творчества краснопоповцев с гпушниками но чем угрожали членам синода проводившим лживый пропагандистский форум 1982 года за спасение священного дара жизни чем угрожали членам синода подписавшим послание к 70-летию великого октября чем вынудили митрополита алексия нынешнего патриарха в захлеб расхваливать брежневскую конституцию чтобы нуждает православных священнослужителей идти сегодня трудиться филиал кгб отдел внешних церковных сношений шаргунов автор этого всего вышесказанного про каремия 20 10 ибо я слышал толки многих угрозы вокруг заявите говорили они и мы сделаем донос все жившие со мною в мире сторожат за мною не споткнусь ли я может быть говорят он попадется и мы одолеем его и отомстим ему деяние 24 13 и не могут доказать того в чем теперь обвиняют меня столом 9 29 сидит в засаде за двором в потаенных местах убивает невинного глаза его подсматривают за бедным даниила 6 11 тогда эти люди подсмотрели и нашли даниила молящегося и просящего милости пред богом своим тоскует мать по умершему сыну ее пытается ее пытаются утешить приласкать но почерневшая от горя на холстину роняет слезы жигучие она же мать воспоминания дочери о любящем отце за сердце тронут даже незнакомых не о живом слова хорошие они о мертвеце или о том кто еле дышит в коме у верующих во христа и в воскресенье надежда непостыдная что будет встреча мы завалились трупами по кладбищем засевы воспоминаем тоскою горе воспоминанием тоскою горе не излечим припомним лазаря гниющего в пещере его чудесное от пут освобождения не надо думать будто смерть расщедрилась она не выпустит богатого и бедного но иисус есть победитель смерти и разрушитель адовых твердынь мы начинаем мыслить не по здешней мерке он может жизнь отшедшим возвратить что толку в скорби и в воспоминаниях когда в конечная уперлась мысль плотская не верит в то что это плоть восстанет бог иегова верных нежно приласкает сочувствуют в некрологах и помнить обещают что будто умершие навеки в их сердцах а сами смертные и рядом дом дощатый уж это-то они не будут отрицать лишь только верующий правильно хоронит он молится творцу хода-то ходатарствует слезно и не отрицает что сам стоит на кромке час раскаяния да не придет к нам поздно мы провожаем умерших на время расстаемся евангелие нас сыновне утешает пожнутся в судный день поля погосты сердцами слушайте не только лишь ушами 31 сентября 31 октября 2008 год игнатий лапкин цвета ошибочка какая-то так она сегодня все проси христос с богом бога отошел кто-то черным пятном что был только пусть покажется это ким вы с ним общались какой ким покажи его ким вы нас слышите ответьте власти в подполье микрофон включите игнар тихонич пообщаться с вами хочет у меня открыт он ким ирсен был такой ким корейский руководитель друг сталина но это значит его может родственник так вы помогите вылезти умолчить вот надо чтобы следующий раз так предупредить и если не будет фотографии просто отключить это там сразу подключиться если нужны мы ничего нет черное пятно хорошо я тогда ким я вас сейчас пишу если вы вас вдруг не слышите уснули ли отошли я вам напишу чтобы я вам писал говорит что у меня нету друзей которые бы поставили камеру ли поставили фотографию фотографию любой школьник может поставить так что это не верим вам что вы не можете это были которые такие слова были как только скажешь выходи skype сразу исчезает исчезает при том такие обещания были раскланивается любезности давайте поговорим так не могу не могу всех одинаково при том шаблон я вообще ничего не знаю у меня нигде нету чтобы не подписан но разные аватары них и зачем тут ума не надо ясно что хитрость подписать свою фамилию имя то могли бы нету этого значит так сергей постарайся одно предупреждение и сейчас сделаю вы когда лену гладущук встретить я и тоже предупреждал у неё в контакте она под чужим именем и фамилия и у неё на аватарке икона елены какой-то она говорит что нет возможности заменить есть возможность такая пусть блокируй сама себя потом поставь это не годится мы христиане вся к лошадь сатаны написано она меня не слушается понимаете вас ваша на не меня ты выпиши местописание евангелие от я на 844 он есть лжи дальше всякая неправда есть грех поставь это за все отвечать вместо 34 писаний я будет говорить господь они сергей павлович и пупков ладно с богом с богом тогда да конечно